Ну, без нас вы имеете право тралить? Ну, конечно. Где у вас написано? Стиснимо, превентильный захват. Какие? Документы есть при себе какие-то? Конечно. А на лодку? В плане спильных захватов написано, что будет тралить? План спильных захватов. Слышишь? У них там вообще ничего нету. Ни документов, ни документов на лодку. Вообще ничего нет. Все, лодка. Занимается браконьерством. Она выставляет ракет. Она продает. А если вы им способствуете, чтобы они поснимали свою мат-базу просто? Вы можете сейчас у них потребовать документы на управление маломерным судном? Нет, подождите. Вы требуете конкретно на воде у всех. Как это? Вы подъедете к каждому рыбаку-любителю и скажете, что подъехали на берег? Задействовано миллион лодок. Ни один не специалист в их теологии. Пограничники сами с ветра, и вы сами себе. Это беспредел. Ни у одного, ни у второго. Вот, у них нет. Такого браконьера, если оформляли. И лодка без документов. Это я точно знаю. Способствует браконьерскому лову раков водная полиция. Приветствую вас, друзья. Вы на YouTube-канале Все для Клева. Сегодня вот у нас встреча с Алексеем, и он дал такую информацию о водной инспекции, о водной полиции, о которой, честно говоря, у меня волосы дымом стали. Я, честно говоря, не понимал, что такое возможно, что такое может произойти у нас в Украине, насколько люди ничего не боятся, то есть им все равно. Но и так просто берут и с браконьерами вместе тралят рыбу, тралят раков там, собирают раков, что я когда увидел, я тебе говорю честно, что у меня не было слов. Вот как сейчас я вот говорю, у меня нет слов. Сергей, откомментируйте, пожалуйста, прокомментируйте эту ситуацию. Как вы считаете? Как оно? Что бы я сказал? Первое, это вы, как рыбак, понимаете глобальность проблемы. Вы понимаете, что у нас 90% населения не понимают этого в принципе. То есть, когда, будем считать, мне попало, будем считать, сюжет, я был, ну, как вы говорите, шокирован. Однако из-за количества просмотров я понимаю, что люди не понимают, насколько убивается биосистема наша, биоресурсы наши уничтожаются. И это для них настолько просто, вот даже самой же полиции, они даже, ну, умер-то и умер тот рак, и шо, блин. А то, что в сетке находится 548 раков и все с икрой, вообще не понимают, что, ну, в дальнейшем. Да, на этом фоне можно завысить цену, на этом фоне можно, соответственно, иметь какую-то монополию, во-первых. То есть, из видеосюжета вы видели, что сама фирма товарыбства, вот этот вот Кристалл Пивдень, которая, опять же, оно частное рыбхозяйство, да, но негласно им руководит работник милиции, полиции, будем считать, Зелинский. Значит, как я уже набрал информацию, то есть сейчас все открыть не могу, в любом случае идет расследование наша журналистка, его компания занимается не только на Днестровском лимане, она занимается точно так же промыслом рыбы и в Вилково, то есть и в Устье Дуная. То есть они, объемы у них хорошие. И я только по декларации этого полицейского, по декларации, вы понимаете, туда выкладывается информация только там, ну, 50% точной. Он миллионер. То есть только по декларации своей служебной деятельности. А я представляю, что у него не указано в декларации. И, соответственно, по-любому, в любом случае у него есть верха, которые крышуют его. Допустим, есть информация, что он поставлен смотрящим на вот этой вот территории Одесской области именно самим Науменко, то есть начальником всей водной полиции. Соответственно, без ведома нашего начальника ГУНП БЭХа это быть не может. И, соответственно, так как они все практически сотрудники превентивной деятельности, а это наш Ищенко. Ищенко сейчас, конечно, ушел на Винницу, видимо, у него проблемы, но у него были проблемы еще со 2 мая 2014 года. Поэтому, видимо, ему решили сейчас его в тень увести для того, чтобы забылось это все. А бабки, я думаю, все равно они будут делить на всех тех же самых. И я уверен, что в Киеве однозначно, кроме Науменко, этим точно так же, я так предполагаю, что получают еще и Аваков от этого всего. Потому что не может уже система... Ну, он может не знать конкретно, от чего бабки приходят, но в любом случае чемоданы приходят от всего, как говорится, как по пирамиде, понимаете? Но смысл в том, что люди, живущие сегодня, вот сама полиция, насколько вот, которые нас должны защищать, защищать, в принципе, не только там конкретно человека, а всю, в принципе, государственную страну, будем считать, все биоресурсы, они относятся к этому безлагерно, с тем, что не понимая, что вот они кричат сами, что вот дети наши должны жить красиво. Как же ваши дети будут жить, если рака завтра не будет, к примеру, или не будет рыбы, не будет ничего, чем они питаться будут, в принципе? Не говоря уже про то, что от каждого биода существа зависит очищение воды, хоть мы этого не понимаем, но зачастую, почему же говорю, если там часто говорит работник рыбы инспекции, что вы не знаете их теологию, вы не понимаете, что это такое, а вы лезете в воду, вы тралите рака, не имея права. То есть он даже говорит о том, что даже если есть нарушитель, вы не имеете права его сети тралить. Да, должны вызвать сначала инспектора, соответствующего, да, структурного, потом, соответственно, найти, я так понимаю, хозяина, либо там дежурить, королить, ну, в принципе, полиция в этом и заключается, засада. То есть никакая засада, они тупо вышли, но я так понимаю прекрасно, что под текстом никто не собирался это ловить официально. Собирались это сделать ненароком и для своего заработка. И я же говорю еще в видео, четко озвучиваю о том, что есть специальный транспорт в виде лодки, патрульной полиции, ой, полиции водной, а есть фирмы. Конечно же, фирму они обыскали, а полицию, они же не имеют права обыскать. Что там было под Паёвой, неизвестно, там, возможно, еще больше тех раков. Да. Кстати, а вы видели, что там Державная прикровенная служба была на лодке? Да, да, вот это было самое большое удивление. Почему? Потому что я выставляю, мы также нашли документ, дозвил на осуществление хозяйственной деятельности именно этой фирмой Кристал Пивдень. И на балансе этой фирмы существует там 8 или 10 лодок. Одна из них это вот эта вот 1084 ЯОД. То есть четко подразумевается о том, что на собственность, частную собственность лодку зацепили государственные символы. У нас есть, не помню еще статья, такая уголовного кодекса, запрещение использования государственных символов. Это срок тюремный. То есть, когда они начали стирать, я так понимаю, что ты именно Зелинский посоветовал. Стирай быстрее, потому что будет проблема. Да, это же дискредитация получается, государственная установка получается. В принципе, да. То есть, в общем-то, можно сказать, ну, знаете, такая мелочь в сравнении с дискредитацией, потому что если они сами на это идут, то, судя по всему, у них нет ни чести, ни достоинства. Я же говорю про другое, что они прикрывают свою браконьерскую деятельность. То есть, я не говорю про браконьеров, рыбаков. Они виноваты. Но они, как они говорят, добывают себе на прожиток. А их же ж полиция спонукает к этому делу. То есть, они им дают протекцию. Они говорят, что мы вас прикроем, не переживайте. Цепляют наклейки и говорят, вперед, сознательно подставляя их. Почему? Потому что они находятся на своей лодке. Они всегда красавцы. Говорят, мы тут просто наблюдали. Мы тут просто траллили, законно делали. Что он сам говорит еще? Полиция спонукает, мы траллили, а потом вас вызовем в водную инспекцию. А он говорит, а как я потом узнаю, сколько вы выпустили, сколько вы повредили, сколько что было. Там есть АБХ акт, в котором надо указывать все, что выпущено, либо все, что повреждено. Как он это может делать без наблюдения этого всего? Они это делают с браконьерами, прикрываясь пограничной службой. И наклеили вот этот наклей, как вы видели. За такое, если бы я простой человек в это шо бы, посадили бы сразу. А полиция вот прикрывает еще и... И, кстати, там же девушка была инспектор, которая сказала, что диск ей, и она должна была открыть производство. Следователь, да, бывшая на месте, конечно же. Ну, ее, как вам объяснить, следователь у нас, в принципе, процессуально независимое лицо. Конечно же, ее не имели право ей руководить. Она должна была сразу в ведомости внести в ВРДР, потому что данный проступок, я считаю, реально уголовным. Не административным даже, уголовным. Почему? Потому что это не только вылов биоресурсов запрет. Это еще использование, я говорю, знаков, символов. Это еще, будем считать, посадовыми особыми в присутствии. То есть это ОПГ, в принципе. Это организованная преступная группа. Следователь, конечно же, собрала все материалы, но есть точная информация, что даже не было внесения в ВРДР ведомости про криминальное правопорушение. Следовательно, нет ни одного дела. Ну, когда все на уровне главного начальника управления в Одесской области, не будет этого, в принципе. Ей, видимо, сказали, не тереби, ничего не делай, она, соответственно, ничего и делать не будет. Но, по крайней мере, материалы они собрали. И вот сейчас мы ждем, когда прокуратура самостоятельно откроет уголовное производство. А так как там задействована еще погранслужба, я уверен, что они в доле, то еще и военная прокуратура должна тоже открыть уголовное производство совместно. Возможно, это дело все будет рассматривать только уголовная военная прокуратура. А так, если хорошо поразмышлять, то там, в принципе, можно даже и СБУ передать дело. Почему? Потому что это, можно сказать, посягательство на территориальную целостность государства, страны, вернее. Почему? Потому что мы такие же потерпевшие все с вами. Мы этими ресурсами имеем пользоваться, право тоже. Но мы его не получим, потому что они его убили. То есть мы недополучили своего, по сути. То есть это наше право, нарушено, узурпировано. И причем кем? Госорганам. Кошмар. Грузия, короче, смотрите. Посмотрите это видео, вы сами увидите. И у вас точно так же не будет слов, кроме слов нецензурных, наверное. Заявите в видео, что происходило это все в момент запрета вылова. Это было 7 мая. И вы же понимаете, если это было один раз, то 100% это было до и после. Ну, после, может быть, они обкакались. А до этого 100% это было. Почему? Потому что у нас запрет начался за месяц до. То есть они это все работали. Если только в одной лодке только вышло 548 раков за, будем считать, за час времени. То есть их поймали где-то примерно в 10 утра. То есть в 9 инспектора заметили, что начали выходить лодки на воду. Соответственно, в 7-8 они там не занимаются, они же крутые. То есть это с утра. Если бы их оставили до вечера, я думаю, там бы наловили бы, наверное, по 2-3 тысячи раков. А то и больше. Это сколько убивается ваше будущее, в принципе. Ладно, смотрим. Спасибо вам. Счастливо. Добрый день. Здравствуйте. Дай, скажем, уронный патруль. Здороводня. Водная полиция. Что, тратер, аголок? Да. А, это злой? Да, и вот тоже подключили. А они имеют права? А? А они имеют права тратить? А кто вы, ребята? Они подвозят. Кто вы? Ну у вас в заряде лову, заборонене заряд для лову в човню. А что он тут ловит? Наши сотрудники, как вы говорите, стоят сидят в лодке, подвозят. Какие вы имеете право здействовать траление, перевозить, перевозить вот это? Мы видели, как они тралят. АТО тоже ваша. АТО тоже наши сотрудницы. А вы имеете права тратить? Нет, за ребят, вот ребята. Мы сейчас тут перекидываем, идем в берег и фотографируем вас. Нет. А что нас вызывает? Ну вы без нас тралите. Как мы по плану совместно подписываем? План спильных заходов. Ну без нас вы имеете право тратить? Конечно. Где у вас написано? Стиснимо превентивные заходы. Яки? Трали, превентивные заходы, кидаем кошку в воду и трали. Документы есть особи какие? Да? Да. Это и есть превентивные. Документы есть при себе? Это у вас прописано где-то? Конечно. Где? А на лодку? В плане спильных заходов написано, что ему это тралите? План спильных заходов. Слышишь? У них там вообще ничего нету. Ни документов, ни документов по лодку. Вообще ничего нет. Тот, что поплотнее, это у нас Кочаров Алексей Юрьевич. Так же самое, как и Зелинский. Работник, действующий работник полиции. Приморский отдел полиции в Одесской области. Старший оперуполномоченный криминальной полиции Приморского ВП в Одессе ГУНП. Это последняя декларация. У всех их должностей категории Б, конечно же, нету опасности для коррупции, в принципе. Ну, из того, что они создали ОПГ, они так и предполагают. Еще раз повторюсь, это вам не патрульная полиция. Это опытные милиционеры еще старых времен. Посмотрите, сколько у них земельных делянок, сколько у них домов, сколько у них автомобилей. Это все создавалось на протяжении долгого времени. Счета в банках. Конечно же, массу указывают родственников, и большинство все, конечно же, разбрасывается на близких родичей. Но это понятное дело. В принципе, у патрульной полиции сегодняшнего пластика все еще впереди. Я так понимаю, они к этому только готовятся. Эти, видимо, хорошенько скрывают. Вот вам следующий сотрудник, который был с Кочеровым, Муслаков Иван Сергеевич, работник Киевского отделения полиции в Одесской области, заступник начальника сектора про превентивной деятельности. Еще раз говорю, здесь все, вся схема вертится около превентивной деятельности. Превентивная деятельность на 19-й год, и, думаю, сегодня, заведует у нас замначальника Главного управления национальной полиции Ищенко. Предполагаем, что во всем бэх, конечно же, крышу и все. Но дальше мы этим делом занимаемся. И все точно так же по старой схеме, но этот, видимо, начинающий. Здесь еще и площадь поменьше, зато много собственников в жилье. Меньше, соответственно, собственности по автомобилям. Но, еще раз повторюсь, не бедный человек даже на уровне любого сотрудника патрульной полиции. Но, еще раз повторюсь, там просто еще молодые зеленые парни, которые в будущем только растут, и сейчас смотрят на своих товарищей. Видите, сколько, да, в банках счетов. Схема создавалась, я так понимаю, десятилетиями, и она была создана и урегулирована в конце концов в прошлом году, в сентябре месяце, когда гостищик прибежал на привоз для того, чтобы всех поставить, как говорится, продающих раков раком. Но он так подумал. Получилось, что поставили раком его. Ну, это больше, наверное, статья о распределении именно вот этому вот Ивану, который, я так понимаю, болван, который даже не знает, что такое превентивная деятельность. Для него, для превентивных заходов. Для него именно 31 статья, видимо, существует. Более того, кроме того, что в подтексте этой статьи говорится, что это осуществляется в отношении особы, а он подтверждает, что они на воде самостоятельно тралят, без особы, которая виновата. Более того, здесь нету, в принципе, такого понимания. А если уже есть такое понимание, то они не проверили документы, они не опытали особы, они не проверили эту маломерку, даже на состояние, есть ли там рак или нет. Они его, в принципе, не останавливали. Почему? Потому что сами инспектора потом подтвердят, что эта лодочка к ним сама подошла и тому подобное. Здесь нет, в принципе, этого понимания. Однако этот Иван думает, что он, сказав водному инспектору два-три слова умных, он расскажет о том, что в приказе может быть определение, как проводить превентивные деятельности. Это бред. Есть закон, который говорит, как это делается. А приказ всего лишь объединяет структуры для сотрудничества. Я понимаю, план спільных заходов, значит, прикордонная служба, водная полиция. Да, прикордонная водная служба. Да, все сюда им лодка и занимаются тем, чем надо. А не занимаются каждый, что хочет, и робит. Нет, нет, ну все, все. Сейчас лодка еще подойдет. Сейчас подводим вашему начальнику. Давай, ребята, сами. А что переходим, мы ее будем оформлять на лодке. На нее лод документы есть? Нету ничего. Нету вообще ничего. Вы не имеете права тралить. Сейчас вызваем следственную оперативную группу, сейчас посмотрим. Подъезжай, где-то. Конечно, не имеете права. Сейчас наберем вашего начальника киевского. Давайте доложим. Конечно. Доложим обстановку. Кошка там, кошка здесь. Все тралят. Непонятно, что. Кто? Руки сразу там. Здесь кошка тоже. Сейчас посмотрим прикордонником. На данном плавсредстве вы видите символику государства Украины. Пограничная служба. С гербом и все соответствующее. Однако, эта лодка находится в этом документе дозвола, где субъекту хозяйствования разрешено на этих лодках осуществлять соответствующий вылов биоресурсов. То есть, они даже используют государственные символы незаконно на своих лодках. Впоследствии вы увидите, как они начнут затирать все эти символику, соответственно, понимая, что все, крыша, мусора уже не помогут. Почему? Потому что, кроме того, что будут составлены административные материалы по поводу браконьерства, так еще и можно загреметь и по уголовному кодексу. План совместный не дает вам права одним тралить. Потому что... Где у вас прописано, что вы имеете право тралить? В каких законодательных актах вы предусмотрены? А где написано, что вы имеете? Ну, какой превентивный заход? Тралление чужих орудий лова? В каких законодательных актах вы предусмотрены? В плане спильных дей не написано. Спильный дей, значит, спильный дей, а не каждый пособий. Вообще не понятно. Эта лодка занимается браконьерством. Она выставляет ракость и продает. А если вы им способствуете, чтобы вы не поднимали свою мат-базу просто, то тогда... Как не было вчера, чтобы все было зафиксировано и передано в воде? Нашего сотрудника вчера на воде не было. Петренко выехали? Петренко выехали? Петренко... Да, он был с вами? Он видел факт, что он фиксирует? Конечно. Что? Он был на воде, он их вытягивал? Вы подъехали в Берег, подводили Петренко. Вы в этом деле специалисты выпускать раки, считать. Вы имеете право на это? Это дело новое, что у вас и вызывают. Когда? В смысле, как надо? Вот здесь раки, вот в этих раколовках. Где делятся раки? Вот сейчас остановились. Да, вот там куча. Вы специалисты в этой отрасли. Вы специалисты? Мы подбрали. Вы специалисты? Ну, вы специалисты, выпускать их, не выпускать. У вас есть соответствующее образование? Нет, мы для этого вас и приглашаем. Вы нас не приглашаете, вы делаете это все сами. В смысле, делаем? Саша, мы... Вот так? Мы пока на воде вызываем вас. На воде, это вместе на воде. Они каждый сам по себе. Правильно? Они каким боком здесь? Я говорю еще раз, вы наш сотрудник с ними как бы... Так где у них сотрудники? Мы видели, вот только что мы видели, как стояла водка, и они подошли к вам. А вы что, один тут на лодке остается? Один сюда присаживается, а другой один сюда. Не знаю, мы видели... Вы можете нам показать документы? Они были отдельно. Что бы мы не показали? Сейчас. Я вот эксперт-кордонслужба. Ну вы как представители водной полиции, вы имеете право по требованию документов. Вот сейчас. Мы взяли лодку, что бы... Лодка, я понимаю, фирма. Не знаю, что я... Ну мы сейчас узнаем по номерам. А ну, посмотри, номер какой. А как вы ее нашли, думаете? Я ОД 1084. Я ОД 1084. 1084. Как вы их нашли? Ребята, а вы вообще откуда? С удобного? Не-не-не, ну мы же это сейчас не выясняем. Мы сейчас пограничников дождем. Не, подождите, у них нету даже документа, удостоверяющего личности. Ребят, вот... Документы есть. Права у вас есть на управлении маломерным судном? А? Нет. Почему вы их не оформляете? Почему вы залучаете? Нет, это... На этого человека мы писали два раза протокол. Ну, мне это там неизвестно. Нам неизвестно. Мы сейчас ждем пограничников, идем в берег, вызываем руку и все. Конечно. Да. А на них будет социальный протокол административный. То есть, я не подсыпаюсь. 85-й, часть 4-й. А то, что они занимаются браконьерством здесь. Больше отмористов, поскольку рекординар один здесь. Вы можете сейчас у них потребовать документы на управление маломерным судном? На берегу потребуем документы на все. Сейчас. Подождите, вы требуете конкретно на воде у всех. Как это, вы подъедете к каждому рыбаку-любителю и потребуете, скажете, что подъехали на берег? Судовой билет на управление этой лодкой. Да. Да, у них есть? У них задействовали лодку. Без документов? По документам не готовится. А как вы ее задействовали? Если вы даже не подготовили документы? Не посмотрели. Выход, отход, приход. Пограничники. Документы на лодку идите. Я все еще раз говорю, ждем пограничника, будем переоформлять. Я хочу вот на документы. Сказали нету. Пограничники. Документов нету. Нету документов. Хорошо. Документы якобы где-то на берегу. Вот двоих ребят тоже на берегу. Мы не задаем же вопросов, откуда столько ракового. Да, в период нереста. Так давайте совместно. Так давайте. А не каждый по отдельности себе грабит. Если я вам звоню, как бы никто не берет трубу. Кому вы звоните? То вызываешь, так как бы никто не хочет ехать, понимаете? Да потому что вы сами себе там натраллили. Раки выпустили, не выпустили. Откуда мы их знаем? Выпустили, не выпустили. Я считаю, как бы в любом случае надо... Если совместно, никто же не против совместно работать. Совместно никто не против работать. Они каждый сам по себе. Пограничники сами себе трали. Вы сами себе. Это беспредел. Это получается беспредел. Правильно? Потому что нет ни одной бумаги, сколько протралино. Как вы задействуете лодки? Это служебные лодки. Сейчас понятно, у нас тоже служебные. Но за счет количества и объемов нам необходимы дополнительные силы. Вот они задействованы. Так пусть правильно будут задействованы. Так у него даже нет сторонового моториста по свечению. Ни одного, ни второго. Такого браконьера, если оформляли. И лодка без документов. Это я точно знаю. Согласны? Конечно. Надо на них тогда составить протокол. Правильно? А по-любому. Все едем на пост? Все, да. Это лодка. Значит все едем на пост. Едем в инспекцию. К нам. Ну, на рыбохранный пост. А тут что? Лафетом заедешь? В проколку заедешь? В проколку заедешь? Нет. Нет. Мы изнимем осмотр вместо происшествия. Просто осмотр. Ну, я так понимаю, это должна быть следственная оперативная группа изъять. А те же, что мы говорим, что идем. Составить. Составить бумаги и изъять. Можно нос открыть, пожалуйста? Там тоже раколовки открывался. А раки? Раки где-то надо искать. Под паёлом? Просто, ну, не пограничная служба, не водная полиция, не специалисты в их теологии. В рыбных делах. Правильно? Он должен быть непосредственно здесь. Давайте будем переорганизовываться, будем вместе. А что руководство вам на это ответило? На планы совместных или как? В смысле, что ответили? Ну, вы же сделали запрос или как? На управление? Ну, организации проведения рыбоохранных рейдов совместно с водной полицией и вот с ребятами. Если у каждой службы, то у них есть план? Нет, общий план есть. Конечно, есть. С полицией, с пограничниками. Да-да. Встречались же, все разговаривали. Совместно. Вот на трассе мы же совместно работаем там, вот на постах. Ну, вот это такое же самое, как вы сами себе. А здесь вы сами себе? Ну, как сами себе? Ну, нашего ни одного сотрудника я не вижу на воде. Задействовано миллион лодок. Ни один не специалист в вихтеологии. Ни у кого нету соответствующего образования определить. Можно еще комментировать и давать какую-то оценку. Я же говорю, давайте идем в берег, будем составлять все документы и все. Да, пересядь, пожалуйста, в эту лодку. А ты куда? Да. Ну, какая разница, а я сюда пересяду. Ну, что, если я побуду, что-то, что-то такого. Ну, проедем на берег с ребятами. Ну, вы что, вы против того, чтоб я сел к ним в лодку или как? Нет, я особо не против. Ну, так а я о чем? Вот я и пересел. Идемте к берегу. Идемте к берегу. Куда? Вы на косу вызвали. Ну, все, идемте на косу. Слышите. Скажи каждому косе. Да. Кажи каждому косе. Да. Кажи каждому косе. Держись. Добрый день. 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 Вы тоже в берег? Все в берег? Без судьи. Конечно, надо сходить. Не надо сходить. Олег, можешь присесть с лампой для лампы и присядьте вниз, потому что по технике. Куда все летучат? Да, я, конечно, смотрю. Куда? Пока обидит, я чуть-чуть летучат. Я не пойму. Сопровождение полиции водной. Способствует браконьерскому лову раков водная полиция. Роман, как вы это поясните? Вон, в садку у вас раки. Кто туда положили? А? У тебя попросили документы на лодку, твои личные. Ты что-то дал, ты ничего не дал, не предъявил. Вот когда свои документы покажешь на эту лодку, тогда будет это твоя лодка. Будешь командовать и указывать. И на воде указывать органам рыбоохраны нечего, так как мы выполняем свою работу. Будешь его на наоборот? Bien. zoom